Красота должна быть, наверное, у человека внутри еще. И как бы от сердца по чертам лица выбритый, конечно, причесанный. Вот, таким должен быть. Человек, может быть, он красивый, а внутри, может, он как идеал, плохой человек такой. Главное то, что внутри человека, а не красота должна. Красота должна быть, чтобы лицо было круглое, все черты лица красивые, рост высокий, худой. А почему худой? В полноте отличаются признаки болезни. Если человек худой, значит, здоровый. Красивые девушки? Ну, летом, во-первых, они должны быть в платьишке, чтобы развивалось вот это красиво. Стройненькая должна быть, чтобы все про себе было. А так, ну, пухленькой, конечно, для меня нет, это какой-то идеал. Я его даже со сломанными ушами люблю. Он у меня борец. То есть, если мужчину любишь, то его душой и душу, и тело все любишь. Девушка должна быть натуральной, до и без макияжа. Лично я считаю, что девушка без макияжа натуральная, она красивая, приятная, она много чем. А если черты лица коснуться? Чтобы скулы были острые. Красивые мужчины, накачанные, высокие. А если черты лица? Если черты лица, лично для меня должно быть угловатая скула. Ухаживаю на собой, должна быть дюнетка, глаза зеленые, голубые. Быть добрее, проще как-то. Вот и смотреть на мир, как говорится, на людей или что-то, как бы проще. А красивый мужчина, как он должен быть? Красивый мужчина должен быть опрятно одетый. Чтобы он был как бы как с иголочки, уж не скажешь, но только то, что он должен. Опрятно одет. Внешним видом. Естественно, это чистая обувь, а хороший опрятный вид. А черты лица, если вот мне? Ну это у кого каждая своя харизма, я не знаю. Каждый человек может быть по-своему симпатичен. Мой мужчина самый сильный. Я чувствую, как за каменной стеной себя, рядом с ним. И очень красивая душа у него. За это я его очень люблю. Продолжение следует...